Матрица Матрица Недавно съемочная группа нашей программы была в Таджикистане, и там фотохудожники, фотографы, они просто восхищались сайтом Vox Populi, и они просили рассказать о том, как создавался сайт, с чего начинать и как идти дальше. Такой проект, как сайт фотоблогов, это первый опыт для нашего региона. Тысячи просмотров и сотни комментариев к репортажам. Неплохие результаты. Как же добиться этого, задались вопросом фотоблогеры Таджикистана. Алишер Ильикбаев, автор проекта, делится своим опытом. Найти инвестора – это самый основной вопрос, потому что производство своего контента – это всегда недешево. И умение продавать. У меня нет умения продавать за деньги. То есть все мои проекты, они творческие, да, то есть они приносят пользу конкретно мне, но купиться в ближайшее время, да, то есть они не могут. Потому что расходы, например, на редакцию Vox Populi ежемесячно составляют 4 миллиона центнер. Реклама приносит примерно, ну, 1600. А самое главное для фотохудожников в интернете – оригинальные идеи сайтов сотни, а действительно стоящих и запоминающихся работ – единицы. Многие сейчас говорят о том, что посты печатные, именно письменные, они в скором времени, в ближайшие годы вообще канут в лету и останутся только фото. И видеоблоги. Как вы считаете? За 200 лет того, как книжная продукция развивалась, да, не умерли же книги, почему они должны умереть сейчас? Нет, наоборот, мне кажется, именно так, что ни телевидение, ни театр, там, ни… что книги не убило. Я не знаю, да, я не знаю. Об этом я хотела сказать, что, в принципе, люди, читающие, были всегда. То есть, книги, они дают совершенно иной мир, нежели фотография, она или видео, да, то есть, они все говорят о тебе. А борьба воображений, борьба образов – это всегда текст. Но говорят о том, что, допустим, репортажи или блоги, текстовые посты, да, без фотосопровождения или видеосопровождения никогда не будут набирать там большое количество лайков или большое количество просмотров в сравнении с теми, в которых есть визуальный какой-то материал. Все-таки… Визуальный качество. Ребятainted, что это знает для вас, и меня можно уйти посмотреть на облегчение. Уже давно понятно, что молодежь не читает в целом, говорим по массовой части. Просто ходит по интернету, серфит и что делает, да, любимое слово, жмякает по фотографию. Посмотрел, понесал и быстро ушел. Вот подобный вид, да, как часовые влоги, они немного уйдут либо на второй план, либо вообще, да, как вопрос совсем исчерпан. Возможно, мы сейчас говорим об изменении формы. То есть, если раньше это было на бумаге, то сейчас, возможно, это будет какой-то другой формат, планшет или что-то гнущееся. То есть, будут газеты, на которых тоже можно будет нажимать, что-то перелистывать в виде компьютера. Давайте поговорим о видеоблогах, потому что это интересная тема. Что же такое видеоблогинг и насколько он сейчас активно представлен в нашем регионе? Есть ли у нас какие-то имена, которые мы можем сейчас вспомнить? Сейчас то, что появился у нас Лавров, я его вижу. Ну, такая экстраординарная личность и довольно-таки интересно смотреть его. Хоть там и мат, и мат, но это его видеоблог. Но в чем у него блогинг заключается? В том, что он постоянно создает какие-то такие вещи, вот видеоролики, да, и постоянно обновляет свой блог, свой аккаунт. Мулан Мольдер с блогом дует, но почему-то в последнее время она ничего не выпускает, ничего не делает. Всем привет! Сегодня я посвящаю свой пост своим комментаторам. Все, что делают блогеры, они все равно у нас в нашем регионе в каких-то рамках. И то же самое в видеоблоге, то есть кто-то боится что-то там сказать. И для нас Лавров, который там два раза матернулся в кадре, это уже суперапатажный чувак. Не, ну это может получиться так же, как и с подкастами, да, когда подкасты только начались. Болгус там, еще кто-то начал их делать, потом все затухли. Так же, наверное, и видеоблоги, да, выстрелили, и все, пошло все на спад. Согласна, потому что, ну вот как вы говорите, перформанс. В зависимости от того, что принимать за перформанс можно, опять же, есть какой-нибудь интересный тур. Или вы пошли куда-нибудь в интересное место, взяли телефон, фотоаппарат, нанесли на себя. Привет! Я там-то, там-то, там-то. Смотрите, что здесь происходит. Какие-то комментарии, иногда бывает, что непрофессиональное видео с какими-то заметками, которые, возможно, не способен журналист, который обычно ограничится все такими карантками, заметить. Проблема сейчас видеоблогеров – это то, что не о чем говорить. То есть есть о чем человеку, есть о чем сказать, но он как бы боится непрофессионалам в этом вопросе выступить. И сказать свое мнение может тоже не каждый. Мне кажется, нужно разделять такое понятие, как блоги информационные, которые несут какую-то конкретную информацию, репортажность людям, да. И блоги, которые ценны из-за того, что их ведут конкретные персонажи, которые ценны тем, что у них определенный слог, определенная какая-то подача материалов, в том числе письменных, да, которую не заменишь никакой фотографией, никакими видео. Допустим, у вас под рукой есть какой-то аппарат, почему бы не достать его, почему бы не сделать этот краткий материал? Да, у вас будет классный текст, да, он будет очень понятный, красноречивый, но если вы еще подкрепите его каким-нибудь видео, вы дадите возможность вашему читателю самому судить, насколько вы были читки детальны и насколько вы правильно все описали. Вот и все. Сегодня в каждой стране есть свой видео-хостинг. В Казахстане их два – costume.kz и kiwi.kz. Последний в прошлом году сменил дизайн, оформление, ввел несколько интересных функций и продолжает набирать аудиторию, привлекая пользователей различными акциями и конкурсами. Самый просматриваемый ролик на Kiwi в разделе «Популярное» про машинку, которая тянет другую машинку – 16 тысяч просмотров. В Казахстане работают два портала – video.namba.kig и vlive.kig. На последнем видео представлено на любой вкус. Общее количество закачанных роликов – 51 334. Если зайти в раздел «Топ избранного», то можно увидеть, что нравится аудитории. А это драки, разборки с ГАИ, видеокадры о животных и дорогих машинах и приколы их жизни. «Тачтоп» является аналогом YouTube, Routube, то есть это сервис для заливки и просмотра онлайн-видео. То есть любой пользователь может зайти, зарегистрироваться и залить, допустим, видеоролик, скачанный или сделанный им самим. Относительно молодой сервис в Центральной Азии. «Ташпил» постепенно набирает аудиторию, которая, в свою очередь, охотно наполняет сайт различным видео. «В основном, да, то есть 95% всего, что заливает на «Ташпил», это ролики, скачанные с интернета. То есть люди, допустим, в интернете нашли ролик, посмотрели, им очень понравилось, и они решили показать его, допустим, своим друзьям или всем вообще остальным, и поэтому они заливают его на наш сайт». Итого, хочешь поделиться снятым видео с миром, тогда загрузи его в сеть. Мы узнали недавно, нам Татьяна Прилепина рассказала. Ты благодаря интернету выиграла какой-то очень хороший приз, да, рассказывай, да. Что за конкурс, что за приз. Конкурс назывался «Микропремия». Он затрагивал твиттер. То есть все участники икраинстанского твиттер-сообщества, они могли принять участие в этом конкурсе, даже не повторяюсь. Вот. Надо было просто подать заявку, то есть выдвинуть себя, свою кандидатуру на конкурс. И сказать, что «Голосуйте за меня, я какой-то классный, вы можете голосовать за меня в личном аккаунте, в политическом, информационном или в комментаторском». Самое забавное было то, что сначала я, видимо из-за того, что мои фолловеры были очень активны, я выиграла во всех номинациях, хотя про политику я в твиттере практически не пишу. Вот. Но потом я выиграла в номинации личный аккаунт, там была такая жесткая борьба. Пойдешь ноздрял ноздрю и думаешь, блин, ну проголосуйте кто-нибудь. Плюс был в том, что можно было голосовать один раз в день. И, следовательно, это облегчало, наверное, в какой-то мере сдачу. Вот. И потом я выиграла iPhone 3G. Вот. Это было забавно, потому что я не очень верила тоже в такие призы, тем более, что... Ну, для меня лично достаточно дорогая. Кто еще в каких конкурсах участвовал, кто еще что выигрывал? Только что. Только он. 100 грамм. Best Blogger's Award. Второе место получилось. Спасибо. На самом деле, это, в принципе, так даже неожиданно было. Я подал заявку, вот. И так получилось, что второе место, то есть там... Ну, получилось всего два места, и вот второе место получилось. Первое место Кайрат в Другомбире. Вот. И... А мы с Баркорном взяли второе место, и мы едем осваивать тренажер полетов, который единственный в Казахстане стоит. Ну, то есть симулятор полетов, как настоящая кабина пилота, со всеми делами. То есть экстремальная ситуация, необычная. Хорошая штука. Матрица. Да, матрица с файл. Это я вот летала с ее расстановленной авиасимулятором. Выиграть любой приз, от флешки до поездки в заморские страны, можно буквально, не вставая с места, в интернете. Правила обычно просты, а подарки притягательны. Хотите знать подробности? Сейчас я вам расскажу о нескольких конкурсах, проведенных в сети, как на мировом уровне, так и в странах Центральной Азии. Наиболее популярны конкурсы, проводимые видеохостингом YouTube. Главное условие таких битв – снятый и загруженный на сайт видеоролик. Расскажу о самых масштабных. В рамках MyYouTube нужно набрать наибольшее количество голосов и просмотров к собственному видео. В конце конкурса будет выбран лучший артист и лучший ролик. Пока в MyYouTube лидирует известный в интернете подросток Джастин Бибер. По условиям конкурса Life in a Day участники должны были снять эпизод из своей жизни за один определенный день – 24 июля 2010 года. Всего в конкурсе участвовало более 80 тысяч роликов, из которых потом режиссер Кевин Макдональд собрал экспериментальный фильм с одноименным конкурсом названием. Я, например, не слышала об участии ребят из Центральной Азии ни в одном из них. В отличие от конкурса MyCampRock от канала Disney. В нем нужно было скачать текст и музыку одной из трех представленных на сайте Disney песен, снять свою версию и прислать организаторам. Каждую неделю выбирается победитель. Финалистом третьей недели стал студент Бауржан Матай. Он из Караганды. Сразу же после победы он поделился своими впечатлениями с пользователями сайта Матрицы. Я очень рад, что победил в этом конкурсе MyCampRock и благодарен всем, кто за меня голосовал. Это был Матай Бауржан, специальная программа Матрицы. Караганды. Кыргызстанским пользователям выпала возможность участвовать в конкурсе Я в интернете. Для этого нужно было выложить на сайт Namba.kg фото или видео того, как человек проводит время в сети. Главный приз – бесплатный доступ в интернет на 7 месяцев – получил Асхат Арсаев, автор вот этого ролика. Он снял видео о своих аккаунтах в социальных сетях и сервисах. И совсем несложный конкурс устроил для своих пользователей таджикский сайт tushanbe.tj. По условиям нужно было выложить фотографию на форуме, а другие пользователи отдавали голоса за понравившийся снимок. Немало конкурсов проводят и в социальных сетях. Я и сама участвовала в одном из них. На сайте ONKZ разыгрывали билеты на зимнюю азиату. Ответив на несколько вопросов, я получила пригласительные на спортивные соревнования. А вам желаю – ищите конкурсы в сети, участвуйте и выигрывайте! Сейчас он на данный момент, ищите конкурсы в сети, участвуйте в сети, участвуйте в сети. Во время рабочего процесса и не такое бывает. В «Матрице» во время съемок происходят самые интересные и смешные вещи. Операторы и журналисты всегда работают на позитиве, но это остается за кадром. Я попыталась найти самые смешные моменты из жизни «Матрицы». Ты служишь украшением стола, тебя как пиво к водке подают. Готовы? А что делать надо? Тебя дверь закроют. Нормально? У них стены, краски. Для того, чтобы увидеть разноцветное дерево, не обязательно карабкаться на него с маркерами, как я. Достаточно просто смотреть мою рубрику, потому что слизь такого дерева практически нереально. Так. Спокойствие за деньги. Спокойствие как? Готов? Все приходит со временем. Готов? А человеку даны... Спрашивают, готов? Да. Пишем утром, потом расскажешь. Поехали. Нет. Что бы вы... Пожалуйста, все, вопросы починить. Что-то скучно было. Подольше нельзя. Что бы вы подумали, если, гуляя вдруг по улице, увидели... Нет, неправильно. Один из часто самых посещаемых сайтов. Ой, девочки, вчера такой сайт. Кофеварка. Обычная кофеварка. Легкий... В обучении... Это очень была умная мысль. Я совершенно согласна. Классно. Нули. Где вы, близ? Она сказала улыбаться. Это печально. Моя девочка такая изящная. Такая... Она все умеет. Я завожу ее одну. Да запарили, ну вы че ржете? Разъем для подключения компьютера. Он находится как раз под хвостом. Так, нам еще осталось две студии. На таких руках. Посмотри ру... Пока. Поздравляем Матрица. Это самое лучшее поздравление в сердце, я слышала. Я бы хотела, чтобы у вас в Матрице никогда не было такого периода, вот, застоя, когда вы думаете, блин, пойди, мы повесимся, что ли. Чтобы всегда были интересные герои, чтобы Центральная Азия, которая, ну, богата такими интересными, талантливыми людьми, чтобы всегда был какой-то, как гейзер, заряд энергии, чтобы вам всегда было о ком делать сюжеты, чтобы вам было о ком писать и о чем. Пожелать хотел я Матрица, чтобы расширяли свои границы. Я хочу вам пожелать еще не одну сотню передать выпусков. Хочу вас постараюсь с вашей сотней снова, но давайте больше креатива. На самом деле сотый выпуск – это уже очень хороший показатель. Не любая передача может похвастаться таким, можно сказать, долголетием. Вот, я желаю, чтобы это был не первый сотый выпуск, не последний сотый выпуск, пардон. И даже не второй, и не третий. Могу фокус показать. Как сделать из газированной минералки? Негазированная. Это не грацина? Нет, не грацина. Это газированная? Газированная. Я специально посмотрел. Да, это была заготовка на самом деле, привезенная из Ташкента. Да, я покажу. Ну, в смысле, это потребует некоторого времени. А ничего не получается. А сейчас, когда у нас станет негазированной. Да, уличная магия. Ну, где-то через полчаса. Программа Матрица. Это 100 выпусков, 2 года. 100 выпусков, это неплохо. Сделать 100 выпусков об интернете в Центральной Азии, это героизм, я считаю. Вот, так что продолжайте. Я очень вам желаю, чтобы у вас удвоение и утроение шло в геометрической прогрессии, наверное, в природе. Чтобы 200-е и 300-е программы, они незаметно подкрались очень быстро и скоро. Корреспонденты Матрицы побывали в Таджикистане, Узбекистане, Кыргызстане и Казахстане. Делали сюжеты из Европы, Москвы и Америки. Программа Матрица – это программа, которая заставляет меня смотреть телевизор. Так бы я вообще не смотрел телевизор. Я искренне поздравляю всю команду вашей программы. Вы классные. Спасибо за то, что вы делаете. Все время рассказываете о новинках в интернете, о трендах. И как бы наталкиваете нас на определенные поступки и новые свершения. И всей команде большое спасибо. Я надеюсь, что эта программа будет не 100 выпусков, а миллионы выпусков. Разработчики сайтов, изобретатели, программисты, сесобины, фотографы, артисты и актеры, певцы, студенты. Кто только не становился героем нашей программы. Главное требование – неравнодушное отношение к интернету. Желаю стабильного коннекта, безопасного серфинга и пути на чеку, потому что хакеры везде. Инструкции и обучение – неопъемлемая часть программы. Мы специально для вас тестим оборудование, гаджеты, программы и сайты. И делимся наблюдениями. «Матрица» очень ценим и уважаем, и желаем процветания, чтобы когда после того, как посмотришь, очень хотелось созидать что-то. С юбилеем «Матрица» мы желаем тебе… И всегда быть продвинутыми. Я вас поздравляю с вашим 100 выпуском. Больше интересных проектов. Расширение вашей передачи. Мне нравится, что вы так странно, что вы нас так позвали, все вместе собрали, что за домен тоже у вас есть и за активизм. Почему, кстати? Потому что мы объединяем, мы объединяем центрально-азиатский регион. Вот, поэтому я хочу, чтобы вы это сравнили ваше чувство, чтобы вы именно были центрально-азиатскими. Ух, я так волновался. Я желаю «Матрицы», чтобы она продолжала вдохновлять разных людей. Программа «Матрица» сегодня пробивает не всегда очень актуальное, немножко консервативное казахстанское общество, которое не всегда готово понимать, что такое интернет, и зачем журналисты говорят об интернете, и телеканалы, которые не дают, может быть, лучшее время для программ об интернете. Я уверена, что это все буквально через год-два изменится. Я попробую сейчас сказать так, как будто я поздравляю «Матрица» с издуманным вождением, а я потихоньку изучаю детский язык. Няма, няма, «Матрица». Для меня программа «Матрица» — это вот наше представительство в старых консервативных средствах массовой информации. Действительно, я желаю вам успехов, я желаю, чтобы вы находили себя и продолжали двигаться в том направлении. Спасибо. Спасибо большое. Наверное, я спою. Я иду, а мне все кажется, что та жизнь моя не ладится, и не хочет, чтобы, по-моему, было все как в сказке. Среди гостей юбилейного выпуска «Матрицы» мы решили разыграть приз. Итак, настал торжественный момент. В общем, победила песня. Песня группы «Демо». Это динамик, то есть для мобильных устройств. Устройство «Свен Буги Болл» представляет собой портативный динамик. Он подключается к мобильному телефону, MP3-плееру, ноутбуку или приставке. С его помощью звук с вашего устройства станет громче и насыщенней. Спасибо огромное, что пришли, что поддержали наш 100-й выпуск, наш маленькую поправку. Пока еще не день рождения, но юбилей. День рождения у нас будет ровно через 4 недели, через 4 программы. Ждем гостя, да, приезжайте в Алма-Ату. Всех будем всегда рады видеть. Спасибо вам за то, что вы есть. Спасибо, что нам есть о ком рассказывать. Аудитории у нас еще больше, и надеемся, что нам есть о ком рассказывать. Смотрите в следующей программе. Почему в Тажнете жить нелегко? Вдруг что-нибудь напишут, а их вычислят из этого интернет-кафе, да, поймают, засудят, посадят в тюрьму. Правила блоговедения и для чего вообще ввести персональную страницу. Ответы искала Татьяна Прилепина. Динамичный стоп-моушен. Видео-арт для рекламы, музыкальных клипов, пластилиновой и кукольной анимации. Как снять стоп-моушен самому? Латина Сатарова с подробной инструкцией. Мелкий текст на ярком фоне, мигающие баннеры, неудобная навигация. Раздражает? Ваши, что? На помощь придут специальные сервисы. Они помогут насладиться комфортным чтением. Подробности в рубрике «Софт». Нестандартный подход. Он рисует графику в редакторе таблиц. Найден в сети. Мастер-класс от Ильяса Жубанова. Ильяса Жубанова. Редактор субтитров А.Семкин